Здравствуйте! После первого снегопада в Самаре опять потеплело, но это ненадолго. Как коммунальные службы Самары подготовились к зиме и кто отвечает за содержание дорог и тротуаров? Об этом говорим. В нашей студии заместитель руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Самары, руководитель управления благоустройства Александр Андреянов. Александр Вячеславович, здравствуйте! Добрый день! Как долго вы уже возглавляете управление по благоустройству и застали ли вы на этой должности первый снег? Как все прошло? Я очень молодой руководитель. Я всего лишь третью неделю работаю в этой должности. Но боевое крещение прошло. Действительно, первый снегопад пришелся уже на мой период. Нельзя сказать, что это было неожиданным явлением, хотя в России всегда говорят, что первый снег – это внезапность. Нет, мы были готовы. Городские службы были готовы. Были предупреждены службой метеорологии, естественно. Поэтому я считаю, что первый снегопад для города Самары прошел достаточно в спокойном режиме. Службы городские отработали очень хорошо, вышли в ночь. И последствия снегопада достаточно быстро были ликвидированы. И самое главное, чего не было, что всегда вызывало и нарекания, и представляет определенную опасность – это не было гололеда. То есть вовремя убрали, вовремя обработали реагентами. Ну и действительно надо отметить, что ситуация в Екатеринбурге, которая случилась буквально за неделю до этого, где после первого снегопада огромное количество было ДТП, вплоть до того, что даже прокуратура вмешалась и начала расследование свое по поводу того, как сработали коммунальные службы. У нас, слава богу, все хорошо. И я тоже заметил, что пресса отметила, что дня жестянщиков в Самаре не было. И у нас есть сюжет на эту тему. Давайте его посмотрим, ну а потом продолжим разговор. От заката до рассвета рабочие МП благоустройства не сомкнули глаз. В последнюю ночь октября в Самаре падал снег. Армия дорожных рабочих вышла на уборку города в зимнем режиме. В помощь 26 дорожных комбайнов, 17 тракторов, около десятка погрузчиков, 4 самосвала и мультикара. Еще шесть машин поддерживали чистоту на остановках общественного транспорта. Благодаря масштабной механизации и слаженной работе, жители города утром и не заметили последствий обильного снегопада. Пока не ощущаю, только морость какая-то идет. Снега практически нет. Превентивные меры сработали, рассказали в МП благоустройства. Заблаговременно они поменяли навесное оборудование на спецтехники на зимние. За прошедшую ночь израсходовали почти 10 тонн бионорда и столько же песчано-соляной смеси. Особое внимание уделили участкам дорог со сложным рельефом. Автомобилисты ездой по Самарским улицам остались довольны. Все нормально. Переобулся. Вчера как раз снег пошел. Все было вполне приемлемо. Дороги нормальные. До работы добрался стабильно. Все супер. Все в порядке. Я просто на машине езжу. Ничего не изменилось. Все так же хорошо. Даже свободнее, чем в обычные дни. Я обычно на машине езжу. У меня машина стоит. Проблем нет. Единственное, я не с ночи, естественно, выезжал. А часов 10 без проблем. Не скользить. На летней резине. Вдоль дорог, а также возле мостов и путепроводов с крутыми подъемами и спусками, рядом с остановками общественного транспорта установлены несколько десятков ящиков с песчано-соляной смесью. При необходимости горожане могут сами посыпать реагентами наледь. А чтобы не было луж и таловода быстро стекала в ливневую канализацию, дорожные пылесосы очистили от мусора и грязи приладковую часть. Уборка тротуаров и остановок продолжилась и днем. В ручном режиме. Если погода кардинально изменится, на улице Самары готовы выйти 35 спецкомбайнов. Из них 29 принадлежат МП-благоустройства, 6 подрядчикам. Они убирают улицу Ленинградская и Кировский район. Насадки этих суперкаров одновременно выполняют сразу несколько функций. Сгребают снег, отбрасывают его, щетки добираются до асфальта. Следом разбрасывается антигололедный реагент. Самарцы надеются, что всю зиму городские дорожные службы будут работать так же эффективно, как и в первый снежный день. Нормально все, все устраивает. Ну, чтобы снега не было, конечно, чтобы ходить удобно было. Синоптики предупреждают, снегопады продолжатся в ближайшие дни. МЧС объявил оранжевый уровень опасности. Автомобилистам рекомендуют быть осторожными, соблюдать скоростной режим и дистанцию. А муниципальные службы благоустройства Самары готовы увеличить число спецтехники на улицах города. Ну, зима еще впереди. Давайте разбираться, кто за что отвечает. Дороги, тротуары, остановочные павильоны, территория внутри дворов. Как со всем с этим разобраться? Куда жаловаться, если что вдруг не так? Ну, жаловаться, конечно, в районной администрации и к нам в зависимости от компетенции. Там мы разберемся с этим вопросом. Вообще, конечно, надо отметить, что Самара очень большой город, протяженный. По сути, у нас тысячи километров дорог. Площадь общая составляет уборки порядка 1900 квадратных метров. Тысячи, естественно. Из них порядка 170, только ручная уборка. Все остальное должно быть механизированное. И, конечно, в зависимости от того, дорога это либо внутриквартальная территория, здесь зона ответственности и делится. Она, соответственно, делится в соответствии с 74-м ГД, который принят в Самарской области. Ну, и вся внутрикварталка – это городские, конечно. Вернее, районная ответственность. Дороги – это ответственность города. Что касается тротуаров и остановок, так скажем, это тоже… Ну, это ответственность города, конечно, да. Это ответственность наша. И в рамках контракта уборку этой территории осуществляет МП «Благоустройство». Либо в Кировском районе, как уже сказали, МП «Кедр». Вернее, ООО «Кедр». Скажите, а до того, как наступит зима, какие работы уже были проведены и как вообще проводится подготовка к зимнему содержанию дорог? Что в это входит? Ну, прежде всего, надо отметить, что как бы календарная зима, она не совпадает с юридической зимой. То есть есть 444-е постановление, которое принято в новой редакции в августе этого года городской думой. В соответствии с этим постановлением зима у нас начинается 1 ноября и заканчивается 15 апреля. Соответственно, к этим срокам идут и все подготовительные работы, которые, прежде всего, связаны с подготовкой самой техники. Это проверка самой техники, проверка навесного оборудования, замена навесного оборудования. Дальше подготовка песчаности, соляной смеси, подготовка бионорда запасов, соответственно. Обязательно подготовка самого песка, это уже на склонах, на мостах применяется. Обязательно, конечно, подготовка площадок для сбора снежных масс. Ну и уже работы, которые связаны с персоналом, это проведение инструктажа. Конечно, все люди опытные, но лишний инструктаж никогда не помешает. И если кадрового состава где-то не хватает, дополнительные наборы механизаторов, людей, которые занимаются ручной уборкой, для того, чтобы бесперебойно город убирался. Что касается смеси песчано-соляной и бионорда, то в каких пропорциях она распределяется? Были нарекания, я помню, год назад, даже в прошлом году, что очень много химических веществ высыпается на улицы города, и страдают и животные, и даже обувь у гаража. Конечно, этот вопрос остается настолько же актуальным. Без бионорда нам не обойтись, к сожалению. Бионорд применяется во многих странах Европы. И здесь мы, конечно, берем под обработку бионордом все центральные районы, центральные магистрали, где ходит общественный транспорт, где наиболее высокая загруженность как пешеходов, так и транспорта самого. Песчано-соляная смесь, она применяется в более таких местах, где меньшая проходимость. Соответственно, сам песок уже применяется только на мостах и путепроводах. Ну, что сказать. Да, наверное, тут вот даже сейчас сюжет, который был, быстро обработали город, но это бионорд. И действительно, пока наиболее эффективного средства, к сожалению, нет. Надо, конечно, не скидывать со счетов и то, что применение песко-соляной смеси и песка потом приводит тоже там... У каждого реагента в конечном итоге есть свои последствия. Здесь мы, да, обувь где-то может быть и животное, к сожалению. Ну, а там у нас после этого, после весны все это остается на улице города, попадает в канализацию и, соответственно, либо забивается. В общем, тоже проблем достаточно много. Ну, к сожалению, не нашли пока вот оптимального такого, чтобы устраивало всех. Что касается вывоза снег с улиц города, площадки уже определены, и еще такая проблема возникает, что не только снег же входит в этот вот, в массы вот эти, которые вывозят, но и мусор. Они как-то разделяются или нет? Как выстроена эта работа? Ну, на самом деле, разделение существует, и, конечно, на площадке вывозит только снег. Может быть, что-то там захватилось, но это очень минимально. Пять площадок в городе, которые используются постоянно, они расположены в разных местах Самары, и по логистике, в общем-то, сейчас, наверное, наиболее оптимальный вариант. Принять они могут почти до миллиона. Ну, вот прошлая зима, конечно, была у нас очень такой, с точки зрения снега, обильной, и все равно у нас все полигоны справились. Опять же, напоминаю, что у нас срок готовности по зиме – это 1 ноября, и приемка полигонов, она осуществлялась тоже до 1 ноября. Сейчас они находятся в состоянии готовности. Что обычно входит в самоподготовку полигона – это должна быть обваловка территории, обязательно должен быть вагончик, подведено электричество, оборудовано все это видеокамерами для учета и дальнейшей оплатой тем, кто вывозит снег. Приемка осуществляется комиссией. Вот на данный момент, ну, на 1 ноября у нас все полигоны находятся в состоянии боевой готовности. А как быстро снег должен вывозиться? Существуют какие-то нормы? Да, нормативы существуют в зависимости от категорийности дорог, в зависимости от самой ситуации, после окончания снегопада от 9 до 12 дней. Но это вывоз. До вывоза очень много различного рода операций, которые приводят к тому, что уже можно вывозить. Поэтому, когда снег на самом деле только начинает идти, нормативы значительно ниже по очистке, от 4 до 6 часов, это на самом деле снег должен убираться с дороги, на обочину, на приладковую часть. Потом он должен складироваться, убираться прежде всего с остановок, чтобы возможность была подъезда общественного транспорта со всех перекрестков для того, чтобы обеспечить безопасность движения. Потому что закрытый перекресток с угробами, ну, понятно, так или иначе может привести к дорожно-транспортному происшествию. После этого все это складируется, вернее, в Валкии уже начинается вывоз. Поэтому вот от 9 до 12 дней, в зависимости от категории, это уже вывоз на полигон. Конечно, когда идет снег, нормативы, то есть вся техника вообще работает практически постоянно. И там есть нормативы по высоте снега от дорожного покрытия. Достаточно жесткие. Мы будем стараться справляться с ними. Не всегда это на самом деле удается, особенно, может быть, в очень обильные снегопады. Но стараемся, нормативы есть нормативы. Кстати, вот, если чрезвычайная ситуация такая возникнет, обильный снегопад, как вы сказали, как все это, какой механизм работы? Ну, конечно, вообще службы с переходом на зимний режим, они работают в круглосуточном режиме. То есть готовность стопроцентная и постоянная. Сам очистка улиц, очистка дорог... Какой приоритет в данном случае, приоритет уборки? Конечно, да. Прежде всего мы начинаем в ночь, когда еще нет интенсивного движения. Днем работа не заканчивается, но она уходит в те часы, где снимается нагрузка транспортная. То есть стараемся всячески не мешать движению потоков транспорта по городу. Ну, все-таки основная, конечно, нагрузка на утренние часы на ночь. Вы сказали уже о ДТП, о возможных ДТП, если складируется снег около остановок и так далее. А вообще, как вы сотрудничаете с органами СГАИ, так скажем, и выявляете места, где могут возникать чаще всего ДТП, как это устраняется? Вот именно эта проблема. Ну, здесь прежде всего сами органы автоинспекции выявляют эти участки. За 2019 год у нас существует список очагов дорожных транспортных происшествий. Он состоял из 51 участка. Потом в процессе 2019 года прибавилось еще 54. Часть у нас 28. Сейчас полностью все претензии со стороны органов автоинспекции закрыты. До 30 числа мы еще 47, еще закроем участков. И оставшиеся они уже перейдут на 2020 год, потому что у нас ограничено, к сожалению, финансирование тоже. Основной сейчас у нас посыл из страны первого заместителя Владимира Андреевича Василенко, то, что мы должны более тесно сотрудничать с органами ГАИ. И в приемке участков, в определении участков тоже работать совместно. Кстати, вот такие повреждения на дорогах, на асфальтах тоже возникают не только летом, весной, но и зимой. Как ликвидируются вот такие проблемы на дорогах, ямы, прямо скажем? Потому что сначала удивительно было, какой-то год мы уже стали привыкать, что ведутся работы. Ну, это тоже, в общем, что это за ремонт и в каких случаях он проводится? Ну, прежде всего он проводится для того, чтобы ликвидировать яму, так называемый ямочный ремонт. В зимнее время он проводится с применением литого асфальтобетона. Вот. И это мера, конечно, временная. По технологии яма должна быть высушена, залита этим асфальтобетоном и до весны. После этого уже идет ямочный ремонт в рамках контрактов будущих периодов для того, чтобы все это уничтожить. Но и без этого тоже никак нельзя, потому что, особенно если погода начинает скакать, то мы прекрасно знаем, что попадание воды замерзло, расширение ямы идет очень быстро и, соответственно, доставляет неудобства всем водителям. Да, но тут законы физики уже вступают. Ну, надо сказать, что со стороны, может быть, это все время у водителей смотрится не очень там хорошо и подвергается критике. На самом деле асфальтобетон очень хорошо работает, крепко сцепляет и до весны он точно продержится. Ну, может быть, со стороны кажется, вот сейчас по технологии там все равно высушивают поверхность, заливают и очень быстро он застывает. То есть новые технологии действуют. Мы сказали уже про технический парк. Я так поняла, что достаточно машин для того, чтобы обеспечивать уборку, вывоз снега и так далее. А что касается кадров, ресурсов, работников, есть ли какие-то проблемы, особенно если работать ночью? Может быть, даже вакансии есть и есть время еще кого-то пригласить в устройство? Ну, да, в МП благоустройство людей всегда готовы принять, потому что режим работы очень, особенно в зимний период, высокий, круглосуточный. Гаражные 14, милость просим, водители, дворники, те, кто умеет заниматься механизированной уборкой, там всегда примут. И потребность в кадрах есть постоянная, в общем-то. Поэтому обращайтесь, кому нужна работа. Да, уборка это такой двусторонний процесс, потому что есть горожане, есть транспорт и общественный, и транспорт личный. Какие проблемы возникают при взаимодействии служб муниципальных, городских, служб управления благоустройством и горожан, допустим, с теми же машинами? Как решаются вот эти проблемы? Ну, конечно, вот это основная проблема. Я еще раз вернусь к тому, что мы стараемся убирать с наименьшим ощущением нашего присутствия в городе. И дискомфорта тоже с другой стороны. Вот, но при этом, конечно, оставленные автомобили на ночь, они препятствуют качественной уборке города. Вот, остается вал, неудобствует для самих автомобилистов, которые оставили автомобиль, потому что с утра нужно выйти, это расчистить. Ну, до повреждений автомобилей, конечно, не доходит, но вполне тоже может быть, по крайней мере, внешний вид автомобиля попорчен. Да, это очень большая проблема, которая с трудом решается. В общем, должно быть какое-то осознанное. Ну, да, конечно, мы предупреждаем. Однозначно, предупреждаем людей, извещаем о том, что вот в это время будет проходить уборка. Ну, во-первых, до кого-то эта информация дойдет, кто-то услышит, кто-то не услышит. Идет расстановка знаков временных, там, на одной стороне остановка запрещена, и стоянка запрещена, либо на другой. Но не все, к сожалению, срабатывает, и далеко не все срабатывает. То есть эта проблема остается, и она, естественно, очень сильно отражается на качестве уборки. А потом, ну, мы сами знаем, если автомобиль потом выбрался из-под этого вала, все это осталось, естественно, претензии предъявляются коммунальным службам. Может быть, даже и обоснованно, конечно, в какой-то степени, потому что горожанин, который проходит, и это видит, ему все равно стояла там машина или не стояла. А нет желания ужесточить немного воздействие на таких водителей, которые кидают, бросают машины свои? Нет, тут как минимум областное законодательство, либо федеральное. То есть на городском уровне не можем? На городском мы можем только тем, чтобы вообще запрещать стоянку автомобилей. Ну, тут, наверное, везде нужно искать баланс, то есть, конечно, а куда поставить, тут тоже вот. Да, проблема. Так, то же самое уже во внутриквартальных и придомовых территориях, это еще серьезнее становится. Мы начали программу с того, что вы сказали, что очень большая протяженность дорог в Самаре. А есть ли какая-то специфика дорог, на которые особое внимание нужно из-за тех или иных качеств дороги обращать? Или нет? Или все, допустим, где-то возвышается, в гору идет дорога или что-то еще? Какие-то участки особые есть, где особое внимание? Ну, да, особое внимание это мостовые переходы, там мы ставим песчано-соляную, ящики с песчано-соляной, мы уже говорили про это, с песчано-соляной смесью, либо с песком. Но именно на мостовых переходах там только песок, потому что соль это все-таки тоже активный элемент, и разрушение именно мостовых переходов, оно, к сожалению, более... Вот в Краснодарском районе, по-моему, там дорога такая неоднородная, но как-то вот... Ну, это зависит от той дороги, о которой вы говорите, там есть федеральная дорога, есть городская. Вот тут у нас Московское шоссе, оно не относится к дороге городской, это уже областная, федеральная собственность, и, соответственно, работают другие организации, не городские. Ну, конечно, мы работаем в тесной координации и контакте. Что касается еще разграничения полномочий, хотелось бы узнать, когда скидывают, убирают снег с крыш, с кровли, какие-то проблемы тоже возникают, это чья зона ответственности, и как-то они с вами пересекаются или нет? Ну, прежде всего, конечно, это зона ответственности районов, внутригородских районов, в том числе и уже конкретных управляющих компаний, ТСЖ. Основной здесь, когда сбрасывает снег, это прежде всего не повредить линии электропередач, зеленые насаждения, ну, соответственно, просто обеспечить безопасность и жителей, которые ходят по тротуарам в это время, если это около тротуаров. Вот это как бы базовые вопросы, и потом в течение суток они должны это убрать однозначно. Ну, бывают моменты, которые мы координируем по прошлой деятельности, насколько я знаю, самая главная проблема в том, что мы прошли и убрались, после этого идет сброс снега, и вот здесь некоторые моменты возникают. Ну, я думаю, что это не такая проблема глобального характера. Все можно отрегулировать, да. Это все можно отрегулировать. Вот. В целом, надо отметить, что тоже на зимний период порядка 317 единиц снегоуборочной техники будет. Тут ТСЖ, управляющие компании, порядка 3000 дворников будет работать. Ну, вот насколько хватит это или не хватит, это уже другой вопрос, но все организации, конечно, достаточно мобильно реагируют на нехватку, и есть резервы привлечения как трудовых ресурсов, так и техники. Еще одна зона компетенции управления благоустройством – это работа, даже не знаю, как направление безнадзорных животных. То есть, прям целая такая серьезная тема. Скажите, что-то нового появляется, и как действовать жителям, которых беспокоят, может опасения возникают? Конечно, да. Не только вот, она и больная достаточно тема, и для жителей, и для животных, как это ни странно. У нас в 2019 году, это, по сути, последний год, который действует в рамках старого законодательства, отлов собак у нас осуществляется в рамках контрактов. Порядка вот на 1 ноября 2400 собак мы отловили безнадзорных, и по плану, в рамках финансирования у нас 3034 собаки надо отловить. Ну, то есть, вот как бы еще и время есть обращаться на этот департамент, и у нас действительно очень много обращений по телефонам, которые идут в диспетчерскую службу, через твиттер. То есть, информация проходит быстро, и, соответственно, в места, в очаге скопления собак посылается подрядная организация, которая осуществляет все там свои функции. С 1 января очень существенно меняется законодательство в части отлова собак. Вот, основной, конечно, мотив изменения законодательства – это гуманное отношение к животным. Вот, на основе чего, собственно, и возникают некоторые проблемы в администрации с правозащитниками. Ну, они решаемые проблемы, на самом деле, и в диалоге, и в совместной работе. Но, действительно, меняется очень сильно законодательство, то есть, прежде всего, будет вестись видеонаблюдение всего процесса. Да, это очень серьезная техническая, как бы, часть, которая должна уже быть у подрядной организации. Сейчас Ведслужба области разрабатывает регламент в рамках нового законодательства. Насколько я знаю, предполагается, что записи будут храниться не менее трех лет. То есть, это достаточно существенный объем информации. Очень существенно новое то, что собак после проверок, после чипирования, после того, как со всеми детородными функциями были произведены работы со стороны Ведслужбы, они могут возвращаться на то место, где были отловлены. Да, это тоже важно знать горожанам. Да, это важно знать горожанам. Но, конечно, здесь важный аспект, я думаю, надо работать, если собака не является агрессивной. В большинстве случаев это, на самом деле, они действительно не агрессивны. Но, конечно, и такие моменты будут. То есть, работа в этом направлении идет, и это, в принципе... Не только идет. Но у нас еще самый сложный момент, то есть, должен быть создан питомник. Вот мы сейчас как раз решаем этот вопрос, где его разместить, потому что должны быть вольеры, должна работать Ведслужба, должны работать, ну, условно, социальные службы для собак. То есть, их надо выгуливать, тренировать. Это касается не только собак, но и кошек. Если во время карантина все нормально, после стерилизации все нормально, то собака выпускается на то же место. Но, опять, она уже в учете, она отчипирована. Мы знаем, кто она, что она, как, что, какое поведение. Это такой цивилизованный подход. Если, да, если, конечно, собака беременна, то процесс выхода щенков на свет, да, он будет тоже уже в самой лечебнице. То этого ее не выпустят. Ну, вот это все надо реализовать. Задача, на самом деле, огромная. И один из немаловажных аспектов, к сожалению, это то, что себестоимость уже, по слову, собака, она резко увеличивается при этом. Естественно, бюджетные деньги, деньги города, они достаточно ограничены. Но другого выхода нет, будем решать эту проблему. Так же, как и другие проблемы, хотелось бы узнать в конце нашей программы, какую задачу главную вы поставили для себя, определили, придя на эту должность. Что для вас самое важное? Ну, знаете, наверное, самое важное, как и для любого сотрудника администрации, основная задача, чтобы у жителей было поменьше проблем. Это самое главное. Если вдруг эти проблемы возникают, то при обращении в администрацию они получали реальную помощь и, возможно, короткие сроки. То есть у меня всегда был подход, минимум отписок и максимум решения вопросов, которые возникают у людей. Это все, конечно, непросто, но и по-другому, я считаю, нельзя. Лучше тогда не работать в администрации. Ну что ж, спасибо большое за то, что вы делаете. Я прощаюсь и с вами. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова